Мама, я не могу больше пить. Мама, я не могу больше пить. Мама, выли все, что стоит на столе. Я не могу больше пить. Друзья мои, с радостью хочу представить нашего следующего спикера. Елена Сударикова, старший научный сотрудник Дарвинского музея. Пожалуйста, Елена. Первый ученый, девушка. Мама, я не могу больше пить. Мама, выли все, что стоит на столе. Я не могу больше пить. Можно первый слайд вывести, а не последний. Спасибо. Итак, коллеги, я сегодня выступаю с докладом, который, как я надеюсь, перевернет вашу жизнь. Доклад этот касается молекулы, которую все мы привыкли воспринимать из общего мнения, из общей подачи средств массовой информации, как нечто ядовитое, опасное для жизни, чрезвычайно вредное. Задача моего доклада доказать, что это не то, что не совсем так, а что верно обратное. Молекула, о которой я говорю, это этиловый спирт, он же этанол. Если мы с вами посмотрим на свойства этой молекулы, то мы увидим, что она маленькая. Для нее нет никаких преград. Она легко проходит как через водную среду, так и через мембраны клеток липидные. Эта молекула не накапливается в организме человека, то есть нет никакого пролонгированного эффекта в силу накопления, и вообще расщепляется в конечном итоге до углекислого газа и воды. Нетрудно заметить, что из этого описания никак не следует, что этанол может быть сколько-то вреден. Наоборот, как минимум не вреден, очевидно, безопасен. Если мы с вами подумаем о том, для кого он безопасен, то вообще только для эукариотических организмов. То есть для нас с вами да. Наши с вами клетки организованы так, что у них есть ядро, есть митохондрии. Никаких проблем с усвоением спирта для них нет. Для большинства бактериальных клеток, для прокариотов спирт губителен. Поэтому первая польза, которую она приносит, это якобы ядовитая молекула. Она начинается еще снаружи от тела человека. Мы активно используем спиртовые растворы для дезинфекции, как антисептики. Ну, как анестетики уже, слава богу, нет, хотя на протяжении сотен лет и в этом нас этанол выручал. Ну и также в ряде других отраслей, малых и больших промышленностей. Что касается употребления алкоголя внутрь. Когда люди начали это делать? Археология говорит, что не менее 10 тысяч лет назад. Что после неолитической революции, с переходом к оседлому образу жизни, люди начали создавать емкости, в которых жидкости могли бродить. Люди могли получать пиво и вино, ну и, скорее всего, они употребляли эти напитки, хотя прямых доказательств тому нет. Но свежее исследование по генетике говорит, что 10 миллионов лет назад наши предки приобрели мутацию в гене, кодирующем фермент алкогольный гидрогеназу. Это ключевой фермент, один из двух, для расщепления алкоголя, для его усвоения. Этот фермент стал активнее в 40 раз, чем у других приматов, и на порядок, чем у других млекопитающих. Обращаю ваше внимание на то, что 10 миллионов лет назад наши предки начали спускаться с деревьев на землю, перестали питаться свежими плодами, как это обычно делают приматы, начали есть подбродившие плоды, и, собственно, те, кто мог усваивать этанол, те оставляли потомство. Мы сейчас с вами счастливые носители этой замечательной мутации. По другим ферментам может быть разница, но здесь исключений особенных нет. Интересно, что, по сути, употребление этанола было таким спусковым крючком для всей эволюции человека. Если бы обезьяны спустились на землю и не смогли есть перебродившие плоды, то либо стать вегетарианцем и вымирить с изменением климата, либо просто вымирить за неимением пищи. То есть я хочу обратить внимание на то, что для нашей истории эта молекула вообще была ключевой. Но кроме того, что она ключевая, как один из аргументов того, что она не ядовитая и безопасная, я могу сказать, что даже у тех, кто не употребляет алкоголь, эндогенный этанол в крови все равно есть в некотором небольшом количестве. Он вырабатывается при расщеплении глюкозы и нужен для ряда обменных процессов и как раз для регуляции клеточных мембран. То есть эта молекула в любом случае в организме человека есть. И есть даже минимальная промилле, за которую полицейским нельзя штрафовать водителей, потому что это настолько естественная нормальная молекула, что совсем без нее людей в принципе не бывает сейчас. Кроме того, этанол очень энергоемкий, 70 килокалорий на 100 грамм. И технически, если вы озабочены состоянием своего тела, увлекаетесь фитнесом, то можно составить диету, которая будет состоять из этанола белков и витаминов и прекрасно себя чувствовать, прекрасно выглядеть. Кстати, естественно, алкоголь является профилактическим средством для ряда заболеваний. Но о простудных заболеваниях, я думаю, могу не распространяться, потому что те заболевания, которые вызываются прокариотическими организмами, бактериями, очевидно, лечатся дезинфицирующим спиртом. Все понятно. Дальше некоторые виды опухолей хорошо очень тоже профилактируются алкоголем, его полезным воздействием. Я обращаю ваше внимание на то, что если вы курите, хорошо, если вы еще и пьете, потому что этанола хотя бы до некоторой степени компенсирует канцерогенное воздействие табака. Дальше. Что касается заболеваний сосудов и вообще сердечно-сосудистых заболеваний. Против них алкоголь просто идеальный, практически панацея. Так для тонуса самих сосудов, так и для образования тромбов. Я думаю, что вам известно, если тромб забивает подход к сердцу, то это инфаркт. Человек умирает. Если тромб забивает подходы к головному мозгу, то это инсульт. Так вот, алкоголь – замечательная профилактика. И первое и второе заболевание также ряда заболеваний, связанных с обменом веществ, таких как диабет второго типа. И также алкоголь – это прекрасная профилактика потери памяти. И, в принципе, для поддержания мозговой активности следует употреблять алкоголь. Единственное, что это нужно делать регулярно, нельзя отклынивать. Если вы хотите в старости сохранять трезвый ум, начинать пить нужно уже сейчас. Такой вот парадокс. Последним заболеванием в этом списке у меня идут стрессы. Я думаю, что большей части зала это действие алкоголя знакомо хорошо, потому что остальные заболевания мы только в пролонгированных исследованиях можем обнаружить. А действие на стресс, оно, в общем, незамедлительное, долгосрочное и обеспечивает нам не только физическую, но и психическую активность в дальнейшем, соответственно. Что касается долгосрочных исследований алкоголя, их много. Они однозначно говорят как раз о том, что важно регулярное употребление. То есть на протяжении десятилетий изучают тысячи людей, и те из них, кто пьют регулярно, они живут дольше, их сердечно-сосудистая система в лучшем состоянии. Я еще раз хочу подчеркнуть это. Мне кажется, что это очень важно. Нельзя один раз в пятницу выполнить недельную норму. Это не то же самое, что каждый день методично совершать постепенно подходы, наращивая количество этанола в крови. Нужно это понимать. Кроме того, что этанол является таким эликсиром долгой жизни, то есть он достоверно, статистически продлевает жизнь регулярно пьющим людям, кроме того, он является в некотором смысле эликсиром вечной молодости. Если вы когда-нибудь были в музеях, как сотрудник музея, я на это надеюсь, вы могли видеть влажные препараты, и вы знаете, что эти животные сохраняются десятки и сотни лет в неизменном абсолютно состоянии. Если вы хорошо будете пить, достаточно регулярно вы можете проспиртоваться и умереть не только нескоро, но и в хорошем внешнем виде. Двигаемся дальше. Естественно, эволюция не работает с отдельными организмами, она работает с популяциями. Мы с вами сейчас выяснили, что этанол безвреден, он выделяется в теле человека, он работает там на пользу, все понятно, с этим хорошо. А что касается всех людей, всего человечества, ну, первые три плюса для популяции, которые помогают нам лучше выживать, я, в общем, перечислила, я думаю, они, опять же, в большей части аудитории, я надеюсь, на это знакомы, сюрпризами не являются. Что касается демографического подъема, то здесь нужно отдавать себе отчет, что это совокупность косвенных факторов, тем менее статистический эффект неоспорим. Это и звонки бывшим, и более легкомысленное поведение, и, в принципе, уже дорассмотрели законопроект нашей замечательной Госдуме про то, чтобы беременным школьницам добавлять плюс 3 балла на ЕГЭ к сдаче. Это такая попытка подъема демографии очевидная, но более эффективно было бы понизить уровень продажи алкоголя, соответственно, до 16 или 15 или 13 лет, вот это бы дало настоящий демографический всплеск. И для популяции это, соответственно, положительный эффект. Последний пятый пункт, он может показаться наиболее спорным. Духовность — это на самом деле, хотя и не биологическое понятие, но это легитимное социологическое понятие. Духовность — это ценности и традиции, которые объединяют общество. И это важно, что они действуют объединяющим образом, потому что моральные ценности есть у всех, но не каждый из них является объектом духовности. Картинка, которую я использую на этом слайде, взята мной из совершенно безбожно вручной антиалкогольной пропаганды ужасающей. И что мы здесь видим? Мы видим, что Россия — это страна большой духовности. Это, я надеюсь, всем более-менее известно. И на этой картинке мы видим, как стигматизируется целый социальный класс людей, которые выбрали для себя очень определенный, конкретный путь увеличения этой духовности. Они действуют с помощью этанола, постепенно наращивая количество в своей крови, собственно, двигаясь к той самой заспиртованности, о которой мы говорили пару слайдов назад. Что характерно для людей, которые идут по духовному пути вот таким образом, с помощью этанола? Ну, во-первых, они раскованные, они абсолютно открыты, их поведение расторможено, нервные центры работают на полную, и они свободны в своих поступках. Дальше они выносливы. Разные трудные жизненные обстоятельства, холод, ветер, ничто это не страшно им так сильно, как людям, мало пьющим или не пьющим совсем. Они гораздо реже умирают от несчастных случаев. Это касается падений и столкновений. То есть мало того, что они долгожители сами по себе, они еще и, по теории вероятности, еще реже умирают от несчастных случаев. Ну и дальше это люди очень дружелюбные, которые готовы поделиться. Я думаю, что все сталкивались с ситуацией, когда на лавочке высокодуховный человек предлагает вам присоединиться к его употреблению этанола, желая добра, очевидно. Скептики могут возразить, что бывают драки между нетрезвыми людьми. Это правда, но нужно отдавать себе отчет о том, что это неофиты. Это люди, которые еще достаточно не выпили, регулярно не тренируются, и на это надо делать скидку, что эти люди только начали свое движение по духовному пути, поэтому всерьез относиться не приходится. Что касается культуры, для нашей с вами популяции, это такое главное ключевое отличие от животного мира, которое многие очень серьезно воспринимают, то алкоголь дает огромный культурный буст. Это и великие политики, и крупные ученые, и писатели, и художники, естественно, музыканты. Вообще, какое воздействие этанола оказало на становление музыкальной культуры, на формирование новых жанров и появление великих произведений, это две или три докторские диссертации, можно написать или сделать большую монографию, на самом деле. При этом, что важно, этанол не просто позволяет людям продуцировать идеи, развивать их, он также сохраняет жизнь носителям этих идей. Те музыканты, которые предпочитали другие расширяющие сознание вещества, они все в клубе 27. А вот Леми, Килмистер, Мик Джаггер, они до сих пор живы, употребляют этанол, продолжают радовать нас своими находками. То есть они продолжают делать вклад к культуры. Это не просто приятный культурный эффект, он пролонгирован, он долгий. Что ждет людей, если они усилят употребление этанола? Если мой доклад окажется востребован, если многие люди ознакомятся с подобранной информацией, то мы с вами получим новую популяцию людей. Люди эти будут открытые, доброжелательные, очень долго живущие, надежно защищенные от лично-сосудистых заболеваний, с хорошей поднимающейся стабильной демографией. В общем, можно спорить о том, сверхлюди это или святые, но тем не менее качественный шаг над нынешним состоянием человечества в принципе очевиден. Мне могут возразить, что человек не приспособлен к употреблению больших доз алкоголя, потому что, как известно, при этом стреляет печень. Если пить действительно много, то можно вызвать даже цирроз. С этим трудно спорить. Вообще в идеальном случае, конечно, эволюция должна идти так, чтобы шел отбор на более защищенную печень, которая позволит нам оздоровить остальный организм. Но даже если нет, печень не самый важный орган, в конце концов. Зато сердце здорово как физически, так и метафизически, открыто к другим людям и защищено от заболевания. Это, в общем, очевидно, гораздо ценнее. Алкоголь не только является биологическим агентом полезным, алкоголь является довольно-таки древним культурным символом. От воды жизни, аквавита у алхимиков средневековых до крови Христовой и христианской религии, но и, кстати, не только христианской. Вообще в разных религиях, в разных культурных центрах в Америке и на Ближнем Востоке, и в Азии алкоголь стабильно используется как один из объектов ритуального обряда. То есть люди раз за разом возвращаются к тому, что именно эта молекула является оздоравливающей и позволяет нам выходить на новый уровень духовности, что, самое очевидно, ценно. Если мы поставим популяцию в условия, при которых алкоголь трудно будет получить, но, например, это касается сухих законов, в ряде стран их пробовали практиковать, это приводит к огромному количеству социальных недомоганий, которые вы видите на слайде. Кроме того, люди становятся тревожными, агрессивными, и это может выплеснуться из страны. То есть внутри страны ситуация аховая, но она может вылиться и наружу. И есть такая интересная историческая закономерность, что в каждом обществе, где принимались сухие законы или где увеличилось такое местное влияние, локальное увеличилось количество обществ трезвости, со временем эти страны становились инициаторами достаточно крупных войн вплоть даже до мирового уровня. Почему обращаю на это внимание? Потому что это важный момент. Сейчас есть такие негативные тенденции в российском обществе, усиление вот этого тренда трезвости. Это может привести к очень плачевным последствиям, об этом нужно думать уже сейчас, не потом. Некоторые из зачинщиков крупных военных конфликтов были малопиющими, как Наполеон, который действительно любил коньяк, но пил его не то, что ежедневно, а даже неуверенно еженедельно. Или, например, Радольф Гитлер, который больше в честь жизни вообще не пил, в принципе. Просто навожу вас на мысли о том, что это точно не оздоравливающе. Можно сказать, что алкоголь хранит мировой порядок, что он позволяет людям быть добрыми, открытыми и не сталкивается между собой в этих каких-то территориальных конфликтах. Я надеюсь, что сделана мной подборка данных по биохимии, антропологии, археологии и истории, она заставит вас пересмотреть ваше отношение к этанолу, несмотря на общественную пропаганду. Спасибо большое за внимание. Ну что ж, аплодисменты Елене. Елен, предвкушаю вал вопросов, потому что я думаю, что специалистов по этой теме сейчас в зале много. Надеюсь на это. Да, да, да. Многие даже уверенно защитили диссертацию неоднократно на эту тему. Давайте, вопросы из зала, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Михаил. Хочу поблагодарить за действительно интересный доклад. И у меня вот такой вот вопрос. Существуют ли какие-то оптимальные практики употребления этанола? Вот я, например, просто с утра принимаю, вот сегодня попробовал. А вот как оно вообще лучше-то? Спасибо. Спасибо за вопрос. Такой хорошей, надежной методики, к сожалению, все еще нет. Потому что оценивают людей, которые сами уже каким-то образом решили, как им распоряжаться с количеством этанола и временем его употребления и так далее. Мне лично на основе всех пройденных материалов кажется, что в принципе, ну как, ежедневное употребление это само собой, но два раза в день, утром, чтобы весь день быть социально активным, полезным и хорошим, и вечером, чтобы отдохнуть, расслабиться, придумать что-то важное для культуры, это может стать лучшей практикой, чем одноразовое употребление. Елена, я правильно понимаю, вы теоретик, а не практик, да? Ну как, нет, я, конечно, тоже практик, естественно. Странно было обходиться теорией в этом случае. Хорошо. Друзья, вопросы? Здравствуйте, меня зовут Дарья. Дарья, я хотела поблагодарить вас за эту прекрасную презентацию, которая просто открыла мне глаза на самом деле. Но у меня настиг такой парадоксальный вопрос. Почему большая половина человечества прекращает пить и стремится к здоровому образу жизни? Да, спасибо большое за вопрос. Я не хотела касаться этого в презентации, потому что это выглядело бы как, ну, такое достаточно агрессивное поведение, неодобрительное, что для ученого, как мы с вами понимаем, в научном сообществе совершенно недопустимо. Но как ответ на вопрос, я думаю, я могу себе позволить рассказать вам, что существует огромное лобби психотерапевтов и кардиологов. Могу объяснить, чем они руководствуются. Как-то я спросила своего стоматолога, что, ну, медицина уже дошла до таких высот, почему все еще нет какого-то лака для зубов, чтобы их покрыть этим лаком и чтобы кариес не образовывался. Потому что механизм не очень трудный, и кажется, что лак такой придумать — это дело двух месяцев в бибратории. На что он посмотрел, мне сказал, а как мы деньги будем зарабатывать? Вот насчет психотерапевтов и кардиологов тут это очень важный нюанс. Действительно, понимаете, это огромные профессии, которым уже там больше 100-150 лет. Ну, у них много пользователей, мы не можем… Мы могли бы вообще-то лишить их работы и организовать эту безработицу, но они это, естественно, бы не хотели и активно действуют против. Спасибо. Ну, вы можете подискутировать сразу после доклада, Елена. Ну что ж, вопрос из балкона. Аккуратнее там не упадите. Здравствуйте, меня зовут Борис. Такой вопрос. С какого возраста лучше приучать своих детей к этанолу? Спасибо за вопрос. Если вы не возражаете, я в качестве от этого обойдусь такими косвыми данными, что один из пиков на планете долгожителей находится на Кавказе, в частности в Грузии и Абхазии. Примерно с 3-4 лет они начинают. Благодарю. Борис, спасибо, садись. Давайте последний вопрос и вот, например, если можно, сразу за портером. Добрый день, меня зовут Анатолий. И вопрос такой. Как мы видим, эволюция и развитие человечества было запущено перебродившими фруктами, и с каждым новым витком развития алкоголя, то есть сначала дистилляция, затем ректификация, мы видим скачок научно-технического прогресса. И в связи с тем, что мы видим сейчас бурный рост науки и техники, можем ли мы ожидать открытий в этой области? Спасибо за вопрос. Он очень хороший, очень по делу. Вообще наука не стоит на месте. Мы, конечно, рассчитываем на какие-то новые изобретения и на эту положительную обратную связь. Больше этанола, он чище, больше открытий. Кажется, ближайшее, что нас ждет с вами, это как у диабетиков есть инсулиновые помпы, вот такая же помпа, только этаноловая для всех желающих, для поддержания нормального уровня активности, защиты от обухолей, ну, понятно, для здорового образа жизни, одним словом. Ну что ж, спасибо большое, Елена. Вы ответили на все вопросы. Мы искренне видим, что вы разбираетесь в теме. И спасибо вам большое за доклад. Спасибо. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok